Здравствуйте! В эфире телеканала ЛРТ. Прямой диалог с главой городского округа Люберцы Владимиром Петровичем Ружицким. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Все, кто нас слышит сегодня! Замечательно! Я надеюсь, что нас будут слышать и будет очень много звонков в прямом эфире. Владимир Петрович, мы с вами встречаемся накануне великого праздника для всех нас. Это 9 мая. О том, что запланирован на этот день, мы с вами поговорим немножко попозже. А пока я предлагаю начать с того, какие мероприятия будут и как идут подготовительные работы. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямой линии 8 498 642 1952 и 8 498 642 1950. Звоните, дозванивайтесь, мы ждем ваших звонков. Также вы можете оставить свои комментарии и вопросы на нашем сайте www.lrt.tv в разделе прямой эфир. Под видео есть графа комментарии, и там вы можете задать свои вопросы. Владимир Петрович, начать я предлагаю все-таки с того, что в апреле, традиция такая зародилась в советские еще времена, в нашем округе проводились субботники. Их было два, 14 и 21 апреля. Вот в этом году было такое новшество, как парад коммунальной техники. Как вы оцениваете, как в целом прошли субботники, ну и что еще нового было? Ну, я думаю, вы все-таки освещали и на телевидении, и мы в прессе. И сегодня есть у нас сайты, и есть социальные сети, и Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке. Ну, понятно, кто помоложе. А сегодня я оцениваю молодежь, ну уж точно до 50 лет, я замечаю, да, они находятся, или, как говорит молодежь, сидят в сетях. Поэтому многие наблюдают, видят, чем мы занимаемся. Что касается субботников, здесь ничего нового нету, и это не в Люберцах придумано, и даже не в Московской области. Это уходит исторически в глубь, я сказал бы, скажем, прошлого века, когда было заведено проводить субботники после зимы, или когда нужно, скажем, где-то аврали, такое слово употребляю, понятно, что мы прибегаем к такому коллективному труду. И я тут могу немножко даже пофилософствовать, потому что на Руси коллективный труд был всегда. И мы говорим, что Русь соборная, значит, в деревнях, когда дом строят, толока называют, скажем, Русь общинная. И если мы говорим о советских временах, то колхозы, они же возникли не на пустом месте. По сути, колхоз та же община. Поэтому, когда возникают какие-то, скажем, такие, называют так, час-ча, когда надо что-то очень быстро, оперативно сделать, понятно, что мы прибегаем к коллективному труду. Поэтому после зимы, где зима в России полгода, а все-таки зима такой затяжной характер носит, и в этом году она была как бы непростой. Первая половина зимы, она была малоснежной, и не особо, там были низкие температуры. Снег где-то пошел в середине января, выпал. И я до сих пор помню, как сейчас, вот 7 апреля, и мы думали, мы планировали 14 апреля субботник провести, но снег лежал, и до конца мы не знали, сойдет снег, не сойдет, хотя, как бы, смотрю прогноз погоды. В этом году он как-то прям стремительно, несмотря на то, что его много было, он стремительно растаял. За неделю почти снег сошел, и мы первый субботник провели 14-го, и здесь ничего нового нет, только снег сходит, и вскрываются, значит, и какие-то пакеты, и бумаги, и фантики. Учитывая, что любится такой густонаселенный район, такая территория, предельно урбанизированная, и даже каждый по фантику за зиму выбросит, или какой-то пакетик, и это горе мусора. Хотя еще есть другие проблемы, почему мы мусорим, это отдельная сложная тема, не буду сейчас этой темой касаться. Снег сошел, надо было его убрать. Хотя, я скажу, раздаются голоса, особенно части молодежи, это я за свои слова тоже отвечаю, которые говорят, да есть нас коммунальщики, пускай они сами уберут, почему мы должны им помогать, им за это платят деньги, и да, им за это платят деньги, и да, мы от них требуем. Но коммунальщики в короткие сроки не в состоянии справиться, это тоже надо понимать. Поэтому мы обратились к жителям, и я всем благодарен. Мы вышли где-то первый раз, 14 числа, где-то вышло в пределах 20 тысяч жителей. Это большая гвардия, их как бы не видно, но это все распространено по территории. И территория как бы она и не такая уж большая, но и не маленькая, поэтому где-то работало 5 человек, где-то и 15, а где-то и 120. И на разных территориях были собраны кучи мусора, мешки, пакеты, мы собирали листву, собирали просто разного рода мусор, и мы 14 числа провели такой субботник, повторно уже в масштабе всей Московской области, это было 21 число, уже вышло там в пределах 23-25 тысяч народа, и мы сообща в целом навели порядок. Хотя, даю себе отчет, еще не везде, даже на сегодняшний день все у нас в порядке, поэтому мы, конечно, ставим задачу навести лос, привести все в порядок. И мы, естественно, и приводим, и приведем в порядок. Но помимо того, что мы собирали вот эту всякую листву, мусор, я извиняюсь, говорю в эфире, всякую грязь, но мы старались высадить какие-то деревья, саженцы, и мы высадили 21 числа где-то в пределах 1800-1850 деревьев по территории самых разных. Мы, я вам скажу, вот мы же ведем определенный подсчет, статистику, мы окрасили, скажем, изгороди самые разные, там, ограждения, потому что если вы пройдете мимо дома любого, есть вот изгородь, она там где-то полуметровая, и она, этот дом или, скажем, какой-то полисадник, будем говорить, он огорожен. И понятно, что это металлический, тоже оно ржавеет, и мы тоже ставим задачу красить. Так вот было за эти два субботника окрашено порядка 36 тысяч метров. И кто-то может сказать, потому что у нас водится такой, да, они там, чтобы лишь бы там списать, и там деньги где-то налево. Так я хочу сказать, субботник – это именно то мероприятие, где люди работают бесплатно, им никто не платит. Деньги ни с управляющей компанией, ни суббюджета не тратятся. И мы ведем некую статистику, где эта работа выполняется, и денег там нет. Это все делается... Потом, знаете, мне кажется, когда ты сам покрасил, ну как-то будет неловко заново пачкать, не знаю, там что-то сорить. Мы надеемся, поэтому... Все-таки традиция. Да, такая работа. Более того, я всегда обращаюсь к нашим жителям, все-таки мы говорим, посади свое дерево. А деревья разные. Есть и березка, есть и рябина, есть калина, есть сирень. И самые разные. И сегодня, ну, по сути, почти каждый житель имеет какую-то дачу. Если сам там или у близких родственников, мы живем в таком лесном массиве. Но кто запретил посадить то ли березку, то ли калину рядышком с подъездом, или ты прикинул, согласовал с управляющей компанией и посадил. Потому что можно ждать, рассчитывать, что кто-то придет, посадит. Потому что все-таки, опять же, мы живем, уже об этом говорил, в урбанизированном районе. И какие-то деревья выросли, они приходят в негодность, что-то засыхает. Поэтому понятно, что когда ты сам посадил, и идешь ты с ребенком или кто-то с внуком, и говоришь, вот это я посадил. Ну, это же тоже гордость и радость. Или там сирень, а сирень по весне, она цветет. Говорит, вот я ее посадил. И у нас есть такие возможности. Потому что если мы будем рассчитывать на управляющую компанию, либо на администрацию, что она все тут облагородит, но этого не будет никогда. Да, я ставлю задачу как глава и управляющим компаниям, и каким-то там подрядам организациям, что мы должны наводить порядок и так далее, и сажать деревья. Но без опоры, без взаимодействия, без наших жителей, ну, ничто невозможно. Потому что надо и порядок наводить, и порядок поддерживать, и деревья сажать, и что-то красить. И это целая такая большая работа, и мы можем этот порядок удержать, ну, только сообща. Поэтому мы собрали, значит, только, скажем, одного мусора, опять же, мы это вывозим, где-то порядка там более 6 тысяч кубов. Это, по сути, если перевести... За два субботника. Да, за два субботника, если перевести, будем говорить, чтобы люди представляли, что это такое, это порядка двух составов, железнодорожных. Понимаете? Поэтому есть такой вопрос, как эти вопросы решать, что нужно с этим делать. Поэтому эти вопросы решаются только сообща, только в складчин. Скажите, а вот парад коммунальной техники, который произвести начало субботника, это было такое новшество, оно только у нас было, либо где-то еще? Нет, ну, я скажу, мы парад коммунальной техники проводили, и в прошлом году он немножечко носил другой характер, и мы проводили самостоятельно. В этом году такая, я бы сказал, ну, акция, что ли, или, скажем, такая инициатива, она была во всей Московской области. И мы вывели на, скажем, на наши дороги технику, чтобы люди видели, что у нас есть. Более того, я какую задачу еще ставлю? Когда мы поставили задачу подготовить технику коммунальную к параду, то хотим, не хотим, те люди, которые отвечают за эти вопросы, это у нас есть такая организация ДЭП, у нас есть управляющие компании, которые в этом участвуют, они волей-неволей начинают технику готовить, что-то подкрасят, что-то подмажут, что-то заменят, потому что это каким-то образом обязывает эти организации эту технику показать должным образом. Тоже очень важно. Ну и жители увидели, что у нас есть. Ну да, а то обычно нам скажут, убирались, не убирались, где они были, а так вот на тебе, пожалуйста, сразу видно, сколько было. Мы на протяжении, сколько я работаю, последних лет, ну, точно 7 или 8, мы проводим всегда перед зимой, скажем, ну, смотр, не называемый это парадом, а называем смотр коммунальной техники в водоканале, в теплосети, у дорожников. И это такая, скажем, тема, она очень важна. Это обычно в октябре месяце, либо в конце сентября, где, значит, коммунальщики, что теплосеть, что водоканал, что дорожники знают, что надо технику показать. Я приглашу, как правило, с общественниками. Мы приходим с прессой, в том числе с телевидением, где мы это все фиксируем и снимаем. Поэтому люди готовятся, потому что технику, ну, какая бы она ни была, у нас мы за последние годы, особенно дорожникам, закупили хорошую современную технику, но после года эксплуатации двух все же стареет, ветшает, где-то ломается. Поэтому мы их как бы мотивируем, что ли, к смотру надо готовиться. Они готовятся, нам показывают. И мы много претензий предъявляем коммунальщикам, в том числе, скажем, в зиму. Но мы зимой и порядок на улицах удержали, чтобы кто-то не был. Возможно, не до конца был какой-то порядок во дворах, потому что очень сложно во дворах удержать, потому что снег забылить некуда. И машины ставят. Это отдельная тема. И томи старались войти во дворы, чтобы там был порядок. Что касается дорог, это и наших, и областных, и городских дорог, я вам скажу, мы со снегом справились. И никто не скажет, что у нас тут были заторы, мы снег не убрали, не вывезли. И я сейчас пользуюсь эфиром тоже хочу сказать, потому что многие говорят, вот там где-то в Люберцах, в поселках не до конца снег вывезли. Так я хочу сказать нашим телезрителям, жителям, что невозможно весь снег вывезти с территории городского округа Люберцы. И нет такой задачи, потому что у нас не хватит денег на вывоз снега. Мы ставим задачу снег вывозить именно с тех территорий, которые, скажем, в центре города либо поселков, там, где, скажем, массовое пребывание жителей. Да, мы там снег вывозим. Все остальное мы какие-то тропинки и снег сбрасываем в стороны. Значит, потому что невозможно, потому что вывезти снег – это тоже дорогое удовольствие, потому что надо же машина погрузить, отвезти – это дорого все. Поэтому, повторяю, вот даже если мы коснемся прошедшую зиму, да, были определенные недостатки, были в том числе упущения. Мы их учтем в следующую зиму, но мы порядок на территории удержали. Поэтому смотр техники или парада, он производится для того, чтобы те, кто этой техникой занимается, этих людей мотивировать, с одной стороны, с другой стороны, показать нашим жителям, что у нас есть в наличии, и чтобы люди видели, что мы здесь, извиняюсь, не беспризорники, у нас есть техника, есть оборудование, есть люди обученные, которые способны удерживать порядок. Мне подсказывают, что у нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло. Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Петрович, меня зовут Пахомова Ольга. Я проживаю по адресу Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 10А, квартира 258. Я на седьмом месяце беременности вынуждена подниматься в свою квартиру в потемках по лестничному пролету на 16 этаж, так как у нас не работают лифты. Мне неизвестно, когда включат каждый раз, сроки переносит. Это у вас первый вопрос. Вы подождете, да? Подождите, пожалуйста, на ремонт. Да, да, конечно. Давайте. Ну, сейчас, чтобы я не философствовал. Кто там застройщик в этом доме, не скажете? Ну, вы знаете, эскейс-стройпроект. То есть, это изначально РИК, Риндайл, вот эта компания, которая строя эскейс-проекты передали дом. Так я понимаю? Сначала был Риндайл. Да. Ну, мы этих людей понуждаем. И у нас есть последний документ, где мы подписали данный документ с присутствием прокуратуры. И как бы вопрос находится на контроле в прокуратуре, нам вот этот застройщик обещает до 15 мая подключить. Ну, вот такая тяжелая структура. Мы их понуждаем. Повторяю, понуждаем. И думаю, что нам удастся их понудить. А второй вопрос у вас? Посредняя отписка нам пришла, что будет в октябре включены листы. Не знаю. Значит, вот на сегодняшний день могу сказать, что был вопрос, что в середине мая должны сделать. Ну, повторяю, вопрос на контроль. Это четвертый подъезд. Там никогда нет. Ну, давайте я уточню. Вы свои координаты оставьте, пожалуйста, моим коллегам. И мы вам дополнительно сообщим. А второй вопрос у вас какой? Ну, я поднимаюсь на свой 16 этаж. В Потемках нет электричества в помещениях общего пользования. Управляющая компания, областная управляющая компания отказывается включать электричество в связи с тем, что у них 3 миллиона долг. Как они вообще управляют нашим домом? ГЖИ вообще бездействует. Администрация бездействует. Хорошо. Давайте мы этот вопрос я возьму на контроль. Мы вам дополнительно сообщим, какие меры там принимаются. Владимир Петрович, мы с вами сейчас говорили про смотр коммунальной техники, про то, как субботники у нас прошли. Ну, как бы зима, да, открывает все прелести, так сказать, на дорогах. И в том числе ямы. Вот до первого ямы ямочный ремонт должен был в городском округе закончиться. О том, как он проходил, мы подготовили сюжет. Предлагаю его сначала посмотреть, а потом продолжим с вами разговор. Смотрим. В городском округе Люберца завершили ямочный ремонт дорог. Порядка трех тысяч ям устранили дорожные компании к первому мая. Эти ямы оцифрованы в программе СКПДИ. В том году мы работали в программе дороги Подмосковья. Оцифровано было около пяти тысяч ям и выполнен ремонт. Кроме того, на территории городского округа Люберцы отремонтируют 38 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 25 километров. Ремонт дорог пройдет в два этапа. В первый войдут 20 дорог общей протяженностью 11 километров. Во второй – 18. Их протяженность – 14 километров. Как отмечают сами водители, результаты работ заметны. Большинство респондентов довольны состоянием дорог после ремонта. Да ничего, вроде вставать, ездить хорошо. Улица Инициативная. Вот я проезжал недавно. Там очень много ям. До ремонта это было что-то. Ездить было невозможно. После ремонта прилично. Стоимость работ составит более 165 миллионов рублей. Финансирование будет проходить за счет областного и местного бюджетов. К сентябрю должны полностью завершить все работы. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ну вот, как было сказано в сюжете, до 1 мая должно было закончиться мероприятие по ямочному ремонту. Но победили мы яма? Нет, я не знаю. Значит, скажем, мы уж точно не могли физически закончить до 1 мая. Просто ставилась задача до 1 июня. Это факт. Другое дело, мы дороги, часть дорог, вернее, часть ям, мы оцифровали, если говорить, скажем, только термин цифрования дорог. Но это вот с прошлого года, да, такое пошло? Нет, раньше? Нет, но это в прошлом году, скажем, ввели в практику. Потому что сегодня техника и технологии позволяют каждую яму цифровать в системе, привязывая ее к системе ГЛОНАСС. И на сегодняшний день, каким образом происходит оплачивание или оплата работ по ремонту ям. Значит, эта яма фиксируется, она ставится в координаты, привязывается к координатам, она фотографируется. Потом делается ремонт ямы, в процессе ремонта делаются фотографии. И после ремонта опять фотографии. И когда есть три фотографии, яма, ну, яма цифруется, фотография ямы, фотография в процессе ремонта, и фотография, которая говорит, что эта яма уже, скажем, ремонт завершен. Я так долго говорю, но все еще технологии, и у каждого есть сегодня телефон, смартфон, это делается в течение там нескольких секунд. Говоришь долго, это делается быстро. Люди этому обучены. Если это, скажем, не выдержано, нету фотографии, яма не привязана к координатам, то работа не оплачивается. И на сегодняшний день таких ям оцифровано в новой системе. Эта система начала действовать с 21 апреля, порядка, где-то 1400. Но мы, скажем, именно на 21-22 апреля, с начала года, мы где-то сделали таких ремонт, таких ям где-то, а их появляется, к сожалению, где-то 2,5 тысяч. И мне задача считать ямы, этим гордиться. Есть задача, чтобы ям не было на дорогах. Поэтому стоит задача эти ямы цифровать. И я обращаюсь к жителям, если вы едете, видите по дорогам, то отправлять. Сегодня я присутствую во всех сетях. У нас есть, значит, своя страничка, свои аккаунты и управление дороги. У меня заместитель Сигалов, у него есть свои странички и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграме. И это к нам приходит. Вы можете обращаться по самым различным каналам, в том числе в администрацию города, на меня лично. И мы стремимся, по крайней мере, стоит задача до конца мая месяца ремонт с ямами на дорогах в Люберцах завершить. Да, у нас еще есть ямы по внутридворовым территориям. И там ставится задача управляющим компаниям. Тоже вопрос непростой. И мы эти ямы тоже будем обязаны заделать. Но что касается дорог, и городских, и дороги из областного подчинения, эти, скажем, находятся дороги на обслуживании целого ряда организаций, у подрядчиков. Они у нас на контроле, мы их понуждаем, заставляем. Они у нас регулярно отчитываются. Более того, у меня по понедельник, по-моему, совещание полдевятого, где дорожники докладывают, что происходит. И эти все вопросы, повторяю, на контроле. И стоит задача, по крайней мере, на территории городского округа, по основным дорога, я, не должна быть. Помимо того, что уже было сказано, у нас еще есть и капитальный ремонт дорог, и текущие ремонты, и есть обслуживание дорог. Это уже другая история. И мы этим вопросом достаточно занимаемся плотно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Вениченко Алексей Валерьевич. Я проживаю в доме на Комсомольском проспекте, 16-32. У меня вопрос следующего характера. В нашем дворе есть детская площадка, которая... Наш двор попал под тендер какой-то, реконструкцию, ну, не знаю, не суть. Есть детская площадка, на которую пришли люди, ее разобрали. И по сей день там не идут никакие работы. Кроме камней на площадке ничего нет. Лето. Дети играют в песке, в грязи. Я звонил в администрацию и получил невнятный ответ о каком-то конкурсе, который выиграл наш двор, о том, что будет классная у нас площадка. Но когда она будет, никому неизвестна. Алексей Валерьевич, вопрос я понял. Все зависит, повторяю, от администрации, потому что за все отвечает администрация, я как глава, чтобы было понятно. Понятно. Поэтому вопрос ваш, я зафиксировал, я его поставлю на контроль. А тем более, если прошел аукцион либо конкурс, то понятно, кто его выиграл. И там есть определенные сроки, есть дорожная карта, и там детская спортивная площадка, если там все прописано, она должна быть установлена. Поэтому я надеюсь, что ваш телефон и ваши координаты остались. Мы вам дополнительно лично сообщим, какие сроки там эти работы будут выполнены. Поэтому, повторяю, за все отвечает администрация, абсолютно все на контроле. Поэтому будем понуждать ту структуру того подрядчика, который выиграл, чтобы он все выполнил в сроке. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямых линий 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Также у нас прямая трансляция ведется на нашем сайте www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». И также под видео вы можете оставить свой комментарий. В течение эфира я буду отслеживать и, возможно, задам ваш вопрос. Владимир Петрович, у нас есть еще одна такая, как бы не хотелось бы это слово называть, но тем не менее, это проблемная точка, и название ее «Зенинское шоссе». Вот скажите, пожалуйста, когда тот, кто ездит по ней на личном транспорте, на общественном, когда они смогут выдохнуть и сказать «Ура, мы поехали», когда прекратится пробка? У нас таких точек несколько. У нас и «Зенинское шоссе» есть, и «Егорьевское шоссе» есть, и дорога «Федеральный Урал-5», которая проходит через поселок Октябрьский, где регулярно возникают пробки. Это отдельная тема. Но самая тяжелая, сложная ситуация, я оцениваю, у нас «Зенинское шоссе» и «Егорьевское шоссе». Что касается «Зенинского шоссе», то оно в реконструкции. И на сегодняшний день, по сути, завершается проект «Зенинского шоссе», включая с реконструкцией моста. И «Зенинское шоссе», будем говорить, от Москвы, именно через мост эта дорога пройдет, включая мост Пехорка, это будет четырехполосное движение. Совершенно я оцениваю, что будет другое движение. Но здесь есть проблема в «Зенинском шоссе», и есть проблема в том, что идет застройка микрорайона «Самолет», мы его так назвали. Жители знают, там есть «Самолет-2015», «16», «17», «18», значит, вот в этом году будет. И понятно, что все, кто покупает жилье именно в этом микрорайоне, они так или иначе либо связаны, либо работают в Москве. И стоит задача из микрорайона «Самолет» – выехать в Москву. И задача там непростая, потому что выезд только через «Зенинское шоссе», который входит, будем говорить, в Москву, улица Лепчанского, и дальше там можно таким-то образом выехать на Кольцеуде, въехать в Москву. И стоит задача, чтобы кроме «Зенинского шоссе» и Лепчанского были еще другие въезды, выезды из «Самолета» в Москву. То есть дополнительные, да? Да, поэтому там есть кто-то там проживает, там есть улица Вертолетчиков, Каштанова, из которой надо въехать в Москву на улицу 2-я Вольская. И я надеюсь, сегодня этой дорогой, именно прокладкой этой дороги занимается сама компания «Самолет». И сегодня есть проекты, сегодня ведутся работы. Я надеюсь, что до конца июня эти работы будут выполнены. Тогда будет два выезда из микрорайона «Самолет». Один выезд через «Зенинское шоссе» на Лепчанского, другой будет выезд через вертолетную Каштановую на 2-ю Вольскую. И когда уже будет два выезда, немножечко я оцениваю, что ситуация улучшится. И я думаю, что это тоже не до конца решить. Там есть сегодня вопросы. Сегодня работает застройщик, работает с Минтрансом в Московской области, работает с Москвой. Надо решать, кроме этого, еще и ряд других вопросов. Но на данном этапе, когда будет два выезда, ситуация существенно будет облегчена. Ну вот продолжение темы, вы ее тоже затронули. Это проблема Новорязанского шоссе. На почту нам пришло два вопроса от Людмилы Диркс. Вот она говорит о том, что ежедневные многочасовые пробки на Новорязанке, вдобавок строится ЖК Томилинский, а транспортная доступность для жителей поселка Октябрьска уже практически невозможна. Будет ли как-то решаться данный вопрос? И второй у нее вопрос связан тем, что выезд из Октябрьского с улицы Школьная просит поставить светофор с разворотом сразу в сторону Москвы, потому что на данный момент можно развернуться только возле Текстильпрофи. Ну давайте я это запишу, потому что все вопросы, связанные со светофорами, с светофорными объектами, какие-то там развязки, особенно по федеральной трассе, Урал-5 федеральная трасса, у нас есть комиссия по безопасности дорожного движения, мы все вопросы там рассматриваем, а дальше отдаем эти вопросы уже на федеральный уровень и уже там руководство дороги Урал-5 совместно с ГИБДД, который эту дорогу обслуживает, и это, как правило, структура тоже федеральная, где принимается решение установить, не установить, что можно предпринять. Поэтому давайте так вопрос этот зафиксируем, мы его обсудим на комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть сама проблема, потому что въезд и выезд, что касается дороги Урал-5, если мы движемся в область или мы движемся из области в Москву, идет через поселок Октябрьский. И поселок Октябрьский, понятно, населенный пункт, там понятно, что есть, скажем, целый ряд светофорных объектов, и любой светофор – это некий сдерживающий фактор для движения, особенно по федеральной трассе, которая не то что загружена, а перегружена. Поэтому стоит задача, и эта задача стоит давно, я еще помню, в 90-е годы, именно поселок Октябрьский, когда не столько было много транспорта, объехать каким-то, если едем мы, будем говорить, в область, то с левой стороны, там через поля, и дорога, не доезжая поселок Октябрьский, должна обойти и где-то выйти там в районе, там деревня Островцы, где-то в той зоне эта дорога должна выйти. На сегодняшний день верстается проект, и об этом заявил губернатор Андреевич Воробьев. По этому году эти вопросы решаются совместно область и федералы, планируется выделить порядка 6 миллиардов рублей, а в целом эта дорога будет стоить там пределы 25-30 миллиардов рублей, это дешевые удовольствия. И таким образом, если дорога обойдет поселок Октябрьский, то будет совершенно другое движение по дороге. Поселок Октябрьский, и жители вздохнут, потому что весь поток транспорта пойдет мимо поселка. Но и мимо Островцов, да, тоже получается? Да, там должны как бы выйти, обойти. Потому что, в принципе, Октябрьский, Островцы, они как раз и проблемные точки. Да, и если это все случится, то все будет, а это будет, потому что, повторяю, проект, по сути, сверстан, и в этом году должны приступить к строительству этой дороги. Если все это будет так, как об этом заявлено, и будет выделено финансирование, и, повторяю, дорога федеральная, и финансируется за счет федерального бюджета, и немного там Московская область, потому что эти вопросы решаются, ну, к ним не имеет отношения муниципалитет, это совершенно другой уровень решения данной задачи. Эта задача будет решена, и поселок Октябрьский, жители, повторяю, вздохнут, движение будет совершенно другим. У нас еще один звонок есть на линии. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Петрович. Добрый вечер. Значит, я живу на Камцемольском проспекте, и вот у нас многострадальный сквер на Попросимов. Там построили бассейн. Я к вам обращаюсь по этому вопросу третий раз. Рядом забор. Мне с весны ответили, что какой-то ООО-базис, там должно навести порядок. Вот ураган был, пять деревьев отрезали, а корни так и торчат. Сквер в ужасном состоянии. Грязь только недавно прибрали. Какая судьба у этого места? Ведь хочется где-то погулять. У нас не так много места, куда выйти с детьми. А там полное безобразие. Ни дорожек, ни стриженных кустов. Все, что были липы, они погибли. Но как-то можно привезти это в Божески? Ведь не такие-то большие деньги для города. Я с вами согласен. Поэтому данную территорию мы приведем обязательно в порядок. Там рядышком с бассейном, который примекает, территория примекает к бассейну, там запланировано еще и строительство такого небольшого, скажем, громко сказано, ледяного дворца. Но там должен быть такой комплекс, я бы сказал, такой физкультурный, с льдом, ледовой площадкой. Потому что наличие рядышком с бассейном еще льда, это облегчает экономику как бассейна, так и, будем говорить, ледяного или строения, или, скажем, объекта, где есть лед. Поэтому на сегодняшний день вот этот, как вы сказали, ООО «Базис», который строил и вот этот ФОК с бассейном, он сегодня, по сути, отрабатывает проект все, что связано со льдом. И я надеюсь, что это в ближайшее время будет. И на самом деле там должен появиться еще один физкультурный объект. И в Люберцах на сегодняшний день льда нет. Это тоже все знают. И ко мне очень много обращений, потому что есть лед вот в Москве, значит, и есть лед в Латкарина. И у нас есть и фигуристы, у нас есть и люди, которые мечтают заниматься, скажем, там, коньками, кто-то фигурным катанием, кто-то, скажем, хоккеем. И такой лед должен в Люберцах появиться. Владимир Петрович, вот смотрите, теплые денечки пришли, солнышко, погода классная. В связи с этим, скажем так, лафа пришла для любителей шашлычков пожарить их во дворе дома. С 1 мая в городском округе начался пожароопасный сезон. И вот для таких любителей, а также для тех, кто любит пожечь траву, можно это очень хорошо ударить по бюджету. Вводятся большие штрафы по сравнению с прошлыми годами. Давайте об этом поговорим. Кто за этим будет следить, в чьей это компетенции и какого масштаба штрафа? Ну, смотрите, у нас все-таки есть разные структуры. У нас есть и пожарная охрана, есть у нас и пожарный надзор, у нас есть, может, обл.поспас, у нас есть административно-технический надзор. И эти все структуры призваны и обязаны как-то контролировать ситуацию, включая и все, что связано с пожарами. И учитывая то, что мы такой густонаселенный населенный такой город, и мы с вами проживаем в такой местности лесопарковой, или, как порой говорят, мы легкие Москвы. Это тоже правда, особенно на нашей поселке. И понятно, что есть лесной массив, есть парковый массив, где люди, которые, скажем, либо проживают в квартирах, к ним гости приезжают в Подмосковье, прямо рядышком леса, и неплохо сходить с друзьями. И мы все, мы же примерно все одинаковые, и хочется сходить в лес, и что-то взять с собой горячительное, и какое-то мясо, и пожарить. И, конечно, возникают зачастую нехорошие вещи, пожары особенно. Но понятно, когда на улице там дождь идет, и где-то температура плюс 15-20, но мы вспомним 2010 год, где температура почти месяц стояла за 30, и где все высушено, где просто легкое дуновение, какая-то искра, и все полыхало. И мы тут еле с этими пожарами справились. Поэтому понятно, что у нас лето где-то и короткое, а если уж говорить по существу, какое время у нас держится какая-то температура в пределах 30. Но был 2010 год исключение, а так у нас неделя, две недели. А все остальное у нас такая температура не самая жаркая, и мы готовимся к самому худшему. А самое худшее, если будет там плюс 30, и все высыхает, и мы должны удержать ситуацию. Потом мы готовимся, потом ставится задача нашим пожарникам, пожарному надзору, административно-технической инспекции максимально быть строгими. Все, что касается лесных массивов. Ставится задача администрации. Все, что связано въездами, выездами, в леса, лесопарковые зоны, все это должно быть какими-то шлагбаумами закрыто, где-то каким-то образом что-то перекопано, либо каким-то образом какой-то канавой оно должно быть ограждено. И мы пытаемся с этим справиться. Хотя будем говорить, как справиться, какие можно вырыть канавы в том же Томилино, либо в Малаховике, когда дома, по сути, встроены в парковую зону, в лесную зону. Крайне сложно. Но мы обращаемся к жителям, что кто-то хочет жарить шашлыки, кто-то хочет развести огонь. Не запрещено. Но есть специально отведенные места. У нас есть в Люберцах, есть Наташкинский парк, там есть отведенные места. Мы сейчас обустроили, кто был в Центральном парке, там есть места обустраиваем. Такие же места обустроены в наших поселках. Люди об этом должны знать, мы об этом говорим, мы об этом пишем, мы должны какие-то схемы людям предоставить. И в этих местах, да, возможно заходить и жарить шашлык. Но просто зайти огульно, и кому где хочется, просто нельзя, потому что штрафы будут... А сколько штрафов сейчас? Вот если раньше было 2 тысячи. Вам 100 рублей, да, по-моему, было? Было вот сейчас 2 тысячи, раньше еще было меньше. То есть с этого года 5 тысяч рублей. И я уже извиняюсь, значит, я думаю, здесь будет работать и милиция, и полиция сейчас называется, и наши дружинники, и все надзорные структуры, которые должны удержать порядок. Я уже не говорю о том, когда наступят такие жаркие денечки, то мы тогда будем ставить задачу общими силами, обращаясь с нашими жителями, и сегодня я об этом говорю, стараться максимально удержать ситуацию под контролем. Потому что в нашей зоне, нашей территории, если, не дай бог, что-то происходит возгорание, то страдают многие. Поэтому, чтобы не довести до беды, просто нужно все контролировать. У нас как раз есть сюжет на тему, как пожарные, спасатели, другие надзорные органы проводят рейди. Давайте их посмотрим, чтобы тоже люди видели, как этот дел происходит. С начала мая МЧС объявила о введении особого противопожарного режима в Подмосковье. По традиции, до начала весенне-летнего огнеопасного времени пожарная охрана провела учение по ликвидации возгорания в лесной зоне. Кроме того, в парках и лесах начинают работу патрулей для выявления нарушителей правил противопожарной безопасности. Все это делается для чего? Для того, чтобы у нас было плотное взаимодействие с нашими лесхозами, с нашими участковыми лесничами, для того, чтобы мы своевременно могли отреагировать, потому что в первом эшелоне, соответственно, пребывает пожарная охрана, а далее уже пребывает сила лесхоза. Тем не менее, все же выделены места, где пожарить шашлыки можно. В Наташинском парке есть зона, оборудованная мангалами, столами, мусорными контейнерами, а также песком и огнетушителем на случай возникновения пожара. Даже в пасмурную погоду местные жители с удовольствием посещают мангальную зону. Здесь и столы, и мангалы, которые уже все специализировано получается, и мусор не надо уносить куда-то там с собой в пакете. Вот, пожалуйста, мусор вынесли, и вот песочек есть, все засыпать. Разведение костров в не специализированных мест влечет за собой не только пожарную опасность, но и вредит обитателям парков и лесов. И самое главное, ведь действительно, это негативно сказывается и на природу, которая вот вокруг нас, она вот сейчас только-только вот набирает обороты. Но, ребята, если мы сейчас по пять здесь, по 200-300 мангалов распространим по всему парку, но это что будет? Это все птицы улетят, они перестанут здесь когда-нибудь гнездиться. Кроме урона природе, разведение огня в не специализированных мест влечет наложение штрафа. Для граждан он составляет от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Завершится пожароопасный режим только с приходом холодов. Предварительно, не раньше октября. Александра Томея, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, ну вот подобные рейды, они всегда проводятся с участием волонтеров. И вот уже пятый год у нас проводится премия «Наше Подмосковье». И скажите, пожалуйста, вот в этом году сроки сокращены, не до 31 мая. Сколько заявок уже подано? И вот в сравнении с прошлыми годами, это больше или меньше? Угасает интерес к этой премии или наоборот возрастает? Нет, я могу сказать, что на протяжении этой премии существует 2013 года. Ее ввел губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И если первый год там было несколько десятков, то мы набираем с каждым годом темпы. И мы в прошлом году по количеству поданных заявок были первыми в Московской области. По количеству жителей, которые участвовали в этой премии, это за 5000 человек было участников. Мы тоже были первыми в Московской области. Другое дело, что мы сейчас ставим задачу, чтобы был более качественный подход к этой теме. Потому что мы стараемся... Там есть самые разные номинации. Там есть и вопросы, связанные с общественной жизнью, есть с технической тематикой, есть вопросы с творческим подходом. Самые разные. И суть в том, что мы пытаемся наших жителей вовлечь, чтобы жители выдали какие-то свои мысли, какие-то свои соображения, выдали свои какие-то практические подходы к этим темам. А там темы самые разные. Допустим, там целый ряд тем существует. Такие, как инициатива, такие, как... Премия добрых дел. Премия добрых дел, объединение, содружество. Самые разные. И суть в том, что мало того, что мы привлекаем жителей, и те, кто в этом участвуют, у них есть возможность поправить свое, будем говорить, материальное финансовое положение. Потому что на эту премию выделяется ежегодно, уже заведено, порядка 180 миллионов рублей. И там, скажем, кто занимает первые места, там премия порядка 500 тысяч, там второе 300 тысяч, 100 тысяч. Уже зависимо от того, какое место занял. И есть возможность поправить свое финансовое положение. Это очень важно, потому что, особенно, кто подобными, скажем, вопросами занимается, он понимает, он знает, к нам они приходят, они консультируются. И такие заявки принимаются до 31 мая. А дальше будет комиссия, которая эти вопросы будет отрабатывать, по-моему, там, с 13 или 15 июня по где-то 20 июля. И в начале сентября будет подведение итогов, и тогда будет награждение. Но как работает комиссия? Когда, скажем, подали заявки до 31 мая, а дальше комиссия, там, с 13 июня по 20 июля, с приглашением каждого, будет каждый проект рассматривать, Ну, каждый должен защититься. Защититься, и будет, ну, как бы, понимание, какой есть, скажем, практический смысл этих предложений. Что здесь может, можно повзаимствовать, возможно, даже найти какое-то прикладное применение на просторах Московской области, кому можно эти вопросы рекомендовать или взять на вооружение. То есть, и, а далее уже комиссия оценит, расставит все по своим местам, будет определено какое-то место, если это будут какие-то призовые места. Кстати, я не сказал, а в прошлом году 63 люберчанина заняли призовые места. 63. Это мы там где-то уходим в тройку, кто занял, значит, по количеству призеров. И я надеюсь, что, ну так повелось, что мы по количеству жителей, которые принимают, по количеству проданных проектов, по количеству людей, которые занимают призовые места, мы всегда находимся на первых позициях. И я надеюсь, что в этом году будет так же. Мы многим помогаем, и на самом деле в этом году опять же поможем. И я надеюсь, что наши жители станут лауреатами премии губернатора именно в этом году. У нас есть сюжет на эту тему, но покажем его чуть позже, потому что у нас на линии есть звоночек. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Ивановна. Какой у вас вопрос? Живу я на Креплевском проспекте, в доме номер 304. Так. Вот у меня такой вопросик. Понимаете, у нас снесли старую палатку. Хорошо, снесли. Делали газон. Но расколотили фундамент. И камни как валяются, так и валяются. И уже в течение нескольких лет. А у нас госбанк под нами. Представляете, насколько это стыдно. А напротив еще вдобавок в резиновую палатку у нас ставят. В 9 утра ставят, в 7 вечера увозят ее. Торгуют молочные продукты. Но я понимаю, зимой они торговали. Вот сейчас лето ни холодильников нету людей, ни в той этой палатке. Это же они отравят всех людей. И я звонила в исполком, и в наржет звонила. Но никто никаких мер не принимает. Людмила Ивановна, я вопрос записал. Я думаю, вы свои короняты оставили. Я поручу своим коллегам данный вопрос обязательно решить. Все, что касается фундамента, тут вопросов вообще нет. Все касается торговли, поручу своему коллеге, чтобы занялся, с вами вошел в контакт и данный вопрос снял. Так договоримся. Ну, а сейчас давайте все-таки посмотрим сюжет, про который я и говорила. Хорошо. Премия добрых дел. Здесь их встречают с теплом и улыбкой. Эти девочки стали постоянными посетителями Малаховского музея. Открывая что-то новое, они учатся создавать своими руками различные сувениры. И что самое главное, делают это вместе с мамами и папами. Сегодня как-то немножко поменьше народа. Вообще приходит довольное количество семей, которые уже поняли, что здесь их тепло встречают, что здесь отношения такое домашнее, создание какого-то уюта, сердечности. Все это идет от сердца. Музей ведь должен еще какую-то социальную функцию нести, благотворительную. Сейчас благотворительность нужна людям, потому что так много недополучают наши дети. Сплочение семьи и социальная адаптация детей – такова главная цель проекта. С декабря 2017 года совместными усилиями сотрудники музея и представители комиссии по делам несовершеннолетних провели ряд мероприятий для семей, которые оказались в социально опасном положении. Здесь для них устраивали новогодние праздники, а также мастер-классы по изготовлению сувениров к Масленице. Кроме того, для детей их родителей постоянно проводят познавательные экскурсии, знакомят с историей культуры и родного края. Мне было очень интересно, я узнала много нового о древних традициях и как отмечали Пасху. Вот я сегодня сделала такое яйцо. Проект «Шаг на встречу» участвует в ежегодной губернаторской премии «Наши Подмосковья». В случае победы его инициаторы направят денежные средства на дальнейшее развитие благотворительного движения. Но так или иначе прекращать работу они не собираются. Напротив, на лето уже запланирован ряд выездных экскурсий для семей, требующих особого внимания. Луизия Игазарян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямой линии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Звоните, задавайте свои вопросы. До конца эфира остается немного времени, но тем не менее вопросы мы успеем принять. Владимир Петрович, прежде чем перейти к нашей теме, с которой мы хотели пообщаться 9 мая, давайте обсудим еще одну, но она напрямую связана с темой 9 мая. Это традиционная акция «Лес Победы». В этом году она пройдет не в лесу. Где и почему не в лесу? Видите, мы находимся, я уже об этом говорил, в предельно урбанизированном районе Люберцы, городской округ Люберцы, по-старому Люберецкий район. И у нас есть несколько лесничеств, там Малаховское, там Милинское, но мы входим в Подольское лесничество. И понятно, что у нас было в районе Овражек, там лес, мы его сажали в районе поселка Октябрьский лес, который в районе Овражек, там лес сгорел, в районе Октябрьского, там Краед, и мы посадили, по-моему, где-то порядка 30 или 40 тысяч елей в районе Овражек, порядка более 80 тысяч мы посадили в прошлом году в районе поселка Октябрьский. Это огромное количество. И как бы сажать больше негде, потому что мы эти все вопросы решаем в координации с лесниками, лесники подбирают эти, скажем, квартал лесной готовят нам саженцы, и мы с людьми сажаем. Это некий праздник. Мы участвовали несколько раз в посадке леса в Раменском районе, но таких кварталов, где можно сажать лес, их не так много. И стоит задача на сегодняшний день такая акция Лес Победы посадить свое дерево. В этом году в Люберцах пройдет у нас на территории городского округа. И мы подбираем такие участки, земельные, где требуется посадка, подсадка деревьев в городе, в поселках, в наших называемых общественных зонах. Это что я имею ввиду? Это наши парки, наши скверы. И сегодня таких мест у нас подобрано, их где-то подобрано более сотни. И мы совместно с управляющими компаниями эти места подбирали. Сегодня совместно с управляющими компаниями мы ищем и нашли посадочный материал. И 12 мая будет такая всероссийская акция «Лес Победы». И мы планируем, в первом приближении будет посажено не менее пяти тысяч деревьев. Это тоже прилично. И мы будут посадки и Наташинский парк, и Центральный парк. Там масса деревьев старых вырублена. И на этих местах мы посадим новые деревья. Но будут посадки у нас и Тамеринский парк, лес сказок мы называем. Это поселок Октябрьском там ряд посадок будет. И по нашим поселкам Малаховка аллея Локтионова по ряду территорий поселок Красково. Поэтому эти территории определены. Мы еще сегодня опираемся на мнение жителей. И где-то жители нам подскажут. И 12 числа будут места определены. Мы это доведем дополнительно до наших жителей через управляющую компанию, через объявление, включая и ваше телевидение, где будет сформировано такие места. И мы планируем порядка таких 80-83 точки, где мы планируем организовать чаепитие, музыкальное сопровождение, чтобы люди вышли со своими семьями, близкими, родственниками, могли пообщаться. И пускай они в сладчину на две семьи посадят два дерева. Но это будет красиво, это будет достойно. Люди будут впоследствии и ухаживать, и показывать, что это дерево, либо клен, либо сирень, либо рябину, либо ясень. Я посадил. И я только это приветствую. Более того, мы обращаемся всегда к нашим жителям, что кто, как не жители, знают, где рядочком с домом возможно была сирень, она возможно погибла, либо она там состарилась. Поэтому все, кто меня сегодня видит и слышит, не запрещено, если вы видите, что необходима посадка каких-то деревьев, вы можете согласовать с управляющим компанией, согласовать с старшим по дому. У нас сегодня в каждом доме по сути есть совет дома, с ними согласовать, потому что мы с ними напрямую работаем. И где-то у себя на даче, либо в лесу, либо кто-то на даче тоже приветствуется. взял, там, скажем, ну что сирень, растет кустом, и ты откопал этот, скажем, будем говорить, какой-то там корешок от сирени и привез с дачи и посадил. Конечно. На даче посадил. У кого-то есть возможности финансовые, и он решил купить какой-то питомник, какое-то дерево, кто-то даже нравится, не запрещено ель, возможно, голубая, но кто запретил возле дома, где-то вышел с подъезда и посадил дерево. Это только будет в радость и ему самому, кто это сделает, и будет в радость соседям и детишкам. Конечно. Другое дело, что мы должны охранять, чтобы, скажем, никто под Новый год не срубил. Это другая совершенно история. Тоже есть такой... Опять же, если сам посадил, будут охранять. но будут охранять, да. Поэтому, конечно, я призываю всех, кто, скажем, готовится, и еще не поздно, потому что листва пошла, то надо выкапывать с корнями, с комком земли или с комом земли, чтобы перенести, посадить, полить, полить красиво, значит, и достаточно, чтобы это все было, скажем, проросло и принялось, чтобы это, скажем, каким-то образом в конечном итоге не усохло. Поэтому стоит задача, скажем, эти деревья сажать и посадить. Поэтому, повторяюсь, я всех призываю, тем более, у нас еще будет целый ряд объявлений. 12 мая я искренне всех прошу и призываю именно выйти и посадить свое дерево. У нас есть еще один звонок на линии. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы вот хотела пожаловаться, что вот по улице Южной, дом 8 и 10, происходит, ну, как сказать, торговля уличная. В магазин невозможно ни подняться, ни с коляской, ни пройти, ни инвалидам. Просто невозможно. Бабушки устраивают, там торговлю, как вас зовут? Как вас зовут? На деревья, на коробке. Мария меня зовут. Мария, так. Какой вы адрес сказали? Южная? Южная, дом 8 и 10, там магнит и почта. 8 и 10. Хорошо. Давайте я зафиксирую, поэтому у нас есть и участковые, есть и старшие по домам, есть управляющая компания. Мои коллеги, поручу и попытаемся как-то вместе с вами навести порядок. Владимир Петрович, ну, все меньше времени остается до 9 мая, практически через день. Какие нас ждут мероприятели? Какие... Ну, мы же, значит, к 9 мая всегда готовимся. День Победы, День Великой Победы. Это общенациональный праздник. Это, я бы сказал, что это даже больше. Это личный праздник, по сути, каждого. Потому что так уж получилось, что война никого не обошла. Она коснулась каждую семью на просторах нашего бывшего Великого Советского Союза, современной России. Поэтому в каждой семье были какие-то потери. К каждой семье пришло в те годы горе. И в каждой семье есть герои. Поэтому понятно, что это тот праздник, который где-то нас всех сплачивает, где-то всех объединяет. Этот праздник, который заставляет нас еще раз посмотреть на свою историю, вспомнить своих близких. Мы же можем рассуждать о большом, великом, глобальном. А здесь надо просто порассуждать вокруг себя, вокруг своих близких, вокруг тех, кто в годы войны сражался, работал в тылу. Их вспомнить. Есть же у нас фотографии. Они висят у нас где-то, скажем, в деревнях, я знаю, они просто висят где-то на стенах, в городах, в альбомах. Еще раз прелистать. Тем более, мы планируем в этом году такую акцию, она стала традицией, «Бессмертный полк». И я всех искренне призываю и прошу, у нас тоже будет такое, скажем, такое шествие, оно носит массовый характер. И мы планируем 12 часов собраться у Вечного огня и пройтись от Вечного огня по улице Кирова, значит, по улице Кирова в сторону парка. Это по прошлому году, скажу, не меньше 10 тысяч человек и, скажем, годом все больше. И понятно, что это не какой-то заунывный подход или поход. То есть мы ставим задачу, чтобы это был праздник, чтобы мы вспомнили своих близких. Мы прошлись. Это будет музыкальное сопровождение, это будут песни, это будет какая-то патриотика, это будут какие-то воспоминания, это встреча с друзьями. Затем мы придем в парк, будет какая-то концертная программа, я надеюсь, что она будет интересной, хорошей. Мы сегодня обустроили парк, будет возможность у людей погулять, пообщаться. То есть будет небольшое изменение, то есть если раньше скобирались на центральной площади возле администрации, то теперь будет все в парке. Нет, значит, мы, что планируется, я так немножко орвано говорю, потому что праздник носит характер, я уже сказал, такой личностный. Но что касается самой программы, то мы собираемся, как всегда, в 10 утра у здания администрации, и все желающие могут подойти, у нас будет митинг, он, как правило, небольшой, и мы его не затягиваем. Дальше формируется колонна, и от здания администрации по Октябрьскому проспекту мы движемся в сторону Вечного огня, где мы возлагаем цветы, скажем, где мы говорим, не говорим, а просто скажем, даем дань вежливости и памяти погибшим. Люберц, это префронтовый город, не хочу сейчас забыть эфир, все об этом знают. А дальше у Вечного огня формируется колонна, и где мы уже от Вечного огня двинемся, и мы планируем в 12 часов, то есть я думаю, что где-то в районе 11 мы будем у Вечного огня, ну, пока, скажем, пройдем определенные некие процедурные вопросы, я думаю, где-то в течение получаса мы сформируем колонну, и планируем где-то в 12 выдвинуться от Вечного огня в сторону Центрального парка, о чем я уже говорил, это будет Бессмертный полк, шествие Бессмертный полк. А дальше у нас в течение дня в парковых зонах, это и Центральный парк, это и Наташинский парк, это во всех наших поселках, места тоже определенные, это все есть на наших сайтах, будет звучать музыка, будут проходить концерты, будет работать торговля разнообразная, включая, естественно, и шашлыки, и кафе, и мороженое, и всерозможные напитки. За алкоголь не отвечаю, потому что его не будет, и это мы ставим тоже такую задачу. Для того, чтобы, кто любит, скажем, алкоголя, это, возможно, в этом доме, или есть какие-то рестораны сбоку. А что касается такой официальной программы, то, повторяю, это будет такая праздничная, хорошая, красивая, такая достойная программа, где будет и концертная программа хорошая, и особенно в наших парках, мы их все-таки обустроили, и Центральный парк, и Наташинский парк. Я надеюсь, что это будет достойно, красиво, и каждый сможет по интересам найти себе занятие. Мы надеемся, что погода нас не подведет. Ну, я и надеюсь, я даже уверен, погода должна быть хорошей. Владимир Петрович, спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли на прямой эфир. Спасибо всем телезрителям, которые нас смотрели. Ну, я вас также прошу прийти 9 мая и отдать Даню память погибшим. На этом все. Спасибо. Ну, и хотел бы на сегодняшний день поздравить наших ветеранов и всех наших жителей Люберецкого городского округа. Все-таки в годы войны город Люберец, это прифронтовая зона, все-таки у нас более 50 тысяч ушло на фронт, где-то порядка 17,5 не вернулось, и мы должны сегодня желательно в каждого вспомнить поименно. Я уже говорил об этом, что у каждой семьи есть свой герой, и этих людей надо вспомнить. Поэтому я искренне каждому пожелаю и добра, и долголетия, и исполнения желаний. Но самое главное, что в эти дни, именно в майские дни, перед днем Победы, я хотел бы всем пожелать мира, мирного неба. Именно мира всем нам, потому что это самое главное основное. Поэтому при наличии мира и здоровья нам ничего не страшно. Мы все с вами победим, мы все выдержим. Поэтому, друзья мои, с праздником Великой Победы. Добра, мира и благополучия. Теперь все. До свидания. Удачи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова